Девушки отдыхают Девушки отдыхают Узнала Альбина Минибаева Экзамен в цифрах У нас все получится С первого обязательного ЕГЭ по математике Лина Зинатулина Настоящий смерч в каюках Оборванной линии электропередач В Зеленодольском и Лаишевском районах Вырванный с корнем деревья И снег в прогнозе Гроза и штормовой ветер Обещанные накануне Пришли сегодня в Татарстан И превзошли все прогнозы В соцсетях делится видео Спасатели просят быть осторожнее А синоптики не обнадеживают Как прогнозируемый шторм застал Врасплох увидел Сергей Хайдаров Вот так бурно и иногда нецензурно Реагируют на сегодняшний шторм Татарстанцы Голливуду И не снилось то, что они сегодня Снимают на камеры смартфонов Без спецэффектов и графики Ураган пришел в республику Это кадры Казани В некоторых районах столицы Скорость ветра была такой, что не устояли Крыши, деревья, павильоны и щиты Стол пыли и песка, похожий на хлыст Метеорологи называют такое явление Пыльным вихрем Его сегодня якобы тоже наблюдали В Лаишевском районе Однако авторство сомнительно Такие же кадры приписывают и Нижнему Новгороду А в Зеленодольске все по-настоящему Повальные деревья, пострадали автомобили Сильный ветер повредил линии электропередач Для ликвидации последствий Привлечено две оперативные группы В Лаишевском районе под отключение Попали 339 домов Это 1200 человек Сюда направлены 108 спасателей В поселке АллатРь без света 9 домов Повреждены кровли А это уже поселок Куюки На глазах у жителей сносят крышу Соседнего дома и беседку К счастью, информации о пострадавших нет Не обошла стихии стороной и Нижнекамск Здесь десятки поваленных деревьев Впоследствии придется устранять несколько дней Поступило более 300 оперативных сообщений О срыве, повреждении кровли Нарушениях энергоснабжения Падении деревьев Падении рекламных стендов Купил еще пару дней назад То есть, как бы, знаете Мало приятного было бы Искандеру Ахмедзянову сегодня повезло Дерево упало в метре от его новой машины Остаток рабочего дня он провел, как на иголках Час назад, да, все это произошло То есть, я час сидел и Я все думаю, лишь бы все было бы хорошо Несмотря на все предупреждения и прогноз погоды Такого казанцы не ожидали точно Внезапно начавшийся ливень Вместе со шквалистым ветром Сносили абсолютно все на своем пути Даже вот такие вот крепкие деревья Ветер переламывал словно тонкие Прутья веника И слава богу, что в этот момент Под этим деревом не проходили люди Капризы природы теперь Корректируют планы Где-то сидят без света А казанцы остались без культурной программы На несколько дней Так в Тенчурецком театре Из-за сорванной крыши Отменены спектакли Штормовое предупреждение Метеорологи объявили еще сутки назад Специалисты спрогнозировали Активный атмосферный фронт Пройдет по Татарстану С запада на юго-восток И сегодняшний ураган Скорее всего не последний Может прийти вторая волна Поэтому и метеопрогнозы Далеко не летние Должно существенно похолодать В республику со сменой Воздушных потоков Устремится очень холодный воздух Вот уже завтра днем Мы ожидаем температуру 9-14 градусов тепла Затем в ночь С четверга на пятницу И с пятницы на субботу Температура ожидается От 0 до 4 градусов тепла И на почве и в воздухе Местами возможно заморозки До 1-2 градусов мороза Сетевая компания сообщает Что в обед ураган оставил Без электричества Больше 35 тысяч татарстанцев Сразу в 54 населенных пунктах Через час половине из них Электроснабжение было восстановлено Еще спустя час Стихия оставила без света Почти 16 тысяч жителей Чистопольского, Елабужского И Приволжского районов На восстановительных работах Задействованы более 300 человек Метеорологи предупреждают Что это еще не конец Грозовой фон сейчас Над Муслюмовским районом Штормовое предупреждение В Татарстане действует до конца дня Сергей Хайдаров Рамзель Гарипов Лина Зинатулина Ринат Сафин ТНВ Казань Из-за урагана сегодня отменены Праздничные гуляния На площади тысячелетия Ожидается вторая волна стихии Напомним, хоккейный клуб Акбарс Сегодня в Казани Планировал отметить чемпионство Вместе с болельщиками Но по сообщению пресс-службы Праздник перенесен на неопределенный срок При этом ненастье не помешало Рустаму Мениханову Вручить чемпионам госнакрады Церемония прошла в Казанском Кремле Сюда приехал и президент федерации Владислав Третьяк 30 человек, а это игроки и сотрудники клуба В часть третьей победы Акбарса Получили персональные награды 14 спортсменов, в том числе Главный тренер Зинатула Белелединов И легенда клуба Денис Зарипов Теперь обладатели медали ордена За заслуги перед республикой Татарстан В свою очередь барсы Вручили Рустаму Мениханову Чемпионскую памятную фотографию Именной свитер, шайбы и медали Кубка Гагарина Мы все работаем во благо нашего российского спорта Во благо российского хоккея Аплодисменты российскому хоккею Я поздравляю всех нас с этим событием Потому что всех нас, если я скажу, я поздравляю вас Это будет неправильно Это очень желанная наша победа Понятно, что победы много не бывает Но вот то, что победа есть Она здесь у нас Это огромная заслуга всех людей Которые вот здесь И наших болельщиков Которые не только в Татарстане А на улице чемпионов КХЛ Встретили болельщики Они поблагодарили команду за победу Празднование чемпионства Акбарса Совпалось с международной конференцией Федерации хоккея России Говорили о проблемах детского хоккея Также рассмотрели современные практики в мировом спорте Кроме этого, в Казани состоялся мастер-класс Двухкратного чемпиона мира Сергея Зиновьева А завершилось все подписанием соглашения Между Федерацией хоккея России Академией хоккея Татарстана Мы занимаемся этим делом Просто не всегда все показываем Очень важно, что сегодня Вот такой показательный урок был И для тренеров очень важен Они не только прочитали Но они наглядно видят, как это действует Это очень важно Понимаете, когда ты учебник получишь Ты видишь, когда это все на льду происходит Вопросы и ответы Сегодня в Казани продолжились публичные слушания По поводу нового генплана города до 2035 года Документ предполагает строительство соцобъектов и магистралей Последнее вызвало беспокойство у казанцев Ведь ради появления нового потесниться может в старое Опасения горожан выслушал Дмитрий Аренин На очной встрече те, кто составил генплан И у кого он вызвал вопросы Друг другу сказали все то, что до этого пытались донести заочно Вопрос по поводу дороги, которая пройдет через лес Жители поселка Нагорный спрашивали Зачем около их населенного пункта нужна новая дорога И можно ли ее проложить, не затрагивая лес и дома Разработчики ответили Магистраль нужна, чтобы в будущем разгрузить транспортные потоки И есть несколько вариантов, где ее проложить На Губкино попав, вы едете дальше как? Я имею ввиду в Заречье Через компрессорный К 25-му году, особенно к 35-му году Эта трасса встанет Вот то, что сегодня предлагается Вариант дороги через Дербышки И вообще уходим из вот этого леса, из березовой рощи совсем Адрес уже присвоен Жители другого поселка, Новая Сосновка, интересовались Как так получилось, что их домам дали адреса Но больше на своих участках они строить не могут Так как попали в так называемую зону 430 Санитарно-защитную территорию В данном случае авиационного завода 430-я зона, которая сейчас в генплане размещена Размещена четко по тем координатам Которые мы получили от завода Эти координаты не во всех документах совпадают Не совпадают они с материалами действующего генерального плана Поэтому это вот через полосицы Она присутствует в документах Которые есть в старом генплане В материалах, которые нам завод представлял и так далее С этим надо разбираться, разбираться очень подробно На эту встречу в ДК Химиков в основном пришли жители Московского и Кировского районов И большинство вопросов задавали по этим территориям Так в районах собираются продолжить строить садики и школы А вот вузы появятся, если это решат сами высшие учебные заведения По поводу Салават-Купере подтвердили Туда планируют строить дорогу и пустить скоростной трамвай По частным вопросам, на которые сегодня ответить не смогли Казанцев записали на прием к чиновникам В ближайший вторник к трем часам я жду вас Такие публичные слушания пройдут еще завтра и послезавтра По итогам и будет принят генплан в окончательном виде Дмитрий Аринин, Рамзельгарипов, ТНВ, Казань 13 домов и строения в Атнинском районе Могут пострадать из-за высоковольтных электросетей И дело не в обрыве проводов или коротком замыкании Эти участки оказались в охранной зоне Сетевая компания через суд пытается признать строения незаконными Сколько подобных исковых подано в 2018-м? Информацию пока не раскрывают Пока компания озвучивает цифры прошлого года Исков было больше ста О высоковольтных напряжениях в отношениях Альбина Минибаева И под эту охраняемую зону попал участок Рамиса Мухуддинова Эти высоковольтные провода могут оставить меня без собственного дома Говорит хозяин Разрешение на строительство и на землю в 99-м выданы исполкомом В документах ни слова о высоковольтных проводах В 2002-м году приблизительно Раньше они проходили недалеко, 170 метров где-то Сетевая компания не признает старую линию Говорят, что они эту линию построили уже в 1982-м году Стоял это салвы, отсюда провода проводилась В ту сторону, где сарай Поднимилась сетевой компания, попали и эти соседи На их участки ставят столб и проходят высоковольтные сети Теперь по решению суда им придется снести свой сарай Мы обратились в налоговую земельную службу И спросили, кто дал разрешение поставить столб на нашей земле Они ничего не знают Напряженные отношения между сетевиками и жителями Теперь разбираются в суде Только в Атнинском районном суде 13 исковых заявлений Компания просит признать строения незаконными Говорят, что нам нужно снести забор или гараж Или наоборот узаконить его Люди начинают вступать с нами в конфликт Цель наша не в этом Цель в том, чтобы А. Первое. Соблюсти жизнь и здоровье граждан Б. Узаконить данные объекты При этом в исполкоме района нам пояснили Об охранной зоне сетевая компания сообщила им в 2009-м Юристы сейчас подключатся И будут подавать встречный иск сетевой компании Остраиваться законности их не линии уже Дело к этому идет Мы требуем, чтобы сетевая компания Предоставила акт выбора трассы Где вот у них эта линия проходит Мы тоже поднимали документы И в 1982 году деревня и населенный пункт был гораздо меньше Линия проходила по периметру этого населенного пункта Он начал разрастаться Начали выделять земельные участки в границах нашей линии С нами не согласовывая Абсолютно выделяли землю Подобные спорные ситуации часто возникают И с охранными зонами газопроводов Постановление о сносе получают владельцы участков по всей стране Во время прямой линии Владимир Путин обозначил Где проходит линия справедливости Застройка произошла вдоль трубопроводов Потом приняли решение о том Что нужно расширить эту охранную зону И теперь пытаются выселить людей Справедливо или нет? Несправедливо Считаю, что этот закон надо изменить Во всяком случае Во всяком случае Те люди, которые уже построились Их нужно оставить в покое Жители Верхней Серды намеренно оспаривают решение Отнинского суда уже в Верховном Альбина Минибаева, Данил Филатов ТНВ Отнинский район, Казань Первый муниципальный кинотеатр откроется в Казани 1 июня зрители ждут в ДК имени Ленина Зал с современным оборудованием Рассчитан на 218 мест Здесь покажут фильмы не только широкого проката Но и местных режиссеров Заработает киноклуб татарского кино Подробности у Салавата Мухаммадулина Первым протестировал новый кинотеатр Мэр Казани Зрители встречают советские вымпевы И портрет Ленина Стены отделаны мрамором и деревом На потолке винтажные люстры Звук Dolby Atmos Такая аудиотехнология Применяется во втором Казанском кинотеатре Проектор поддерживает разрешение 4К И предназначен для показа фильмов в формате 2D и 3D Стоимость билетов от 150 рублей Очень символично, что это в ДК Ленина В историческом нашем Доме культуры В таком густонаселенном намоленном районе Для детей, для жителей и для гостей Зал станет тестовой площадкой для начинающих кинематографистов Казанцы смогут познакомиться с их творчеством А авторы картин оценить свою работу на большом экране Здесь заработает и киноклуб для любителей кино на татарском языке Кинотеатр откроется в День защиты детей Для них благотворительный праздник и показ мультфильмов Там будут детки, присутствуют 200 человек Это с ограниченными возможностями Колясочники И будут дети, попавшие в сложную сюжетную ситуацию Уже 3 июня в новом кинотеатре пройдет кастинг актеров для фильма Зулейха открывает глаза по книге Гузель Яхиной Актеров ищут на роли свекрови и мужа главной героини Параллельно идет набор для массовки Салават Мухаммадуллин, Анна Городнова, ТНВ, Казань Это новости Татарстана И смотрите далее в выпуске Готовность медиков к чемпионату мира Кислородный ингалятор, инфекционные растворы Такую подготовку прошел персонал К оказанию медицинской помощи Узнала Анна Городнова Вежливые, сытые и модные Очень люблю футбол И я не хотел спустить такой шанс Кто не волонтеры предстоящего чемпионата мира по футболу? Альвина Аслагараева Чистая прибыль Татнефти за первые 4 месяца этого года Выросла почти на 8 миллиардов рублей Итоги исполнения бюджета компании Сегодня подвели на заседание Совета директоров С участием Рустама Миниханова За первый квартал добыли больше 7 миллионов тонн нефти И ввели 138 добывающих скважин Общая прибыль 37 миллиардов рублей 11,5 тысяч татарстанских школьников Сегодня сдавали первый обязательный экзамен 20 задач и 3 часа на их решение Это ЕГЭ по математике Лина Зинатулина оценила всю строгость экзамена И узнала, почему кто-то сдает математику дважды У нас все получится Солнечный день, боевой настрой и как минимум целый учебный год подготовки в этом помогут ЕГЭ по математике в Татарстане сегодня пишут 11 650 выпускников Сейчас не очень так спокойно, потому что ЕГЭ определяет свою будущую жизнь И нужно хорошо подготовиться, чтобы сдать На базовом экзамене те, кто связывает будущую профессию с математикой не планируют А вот для аттестата царица наук нужна каждому Экзамен это серьезное дело И все зависит только от нас самих Нужно верить в себя в первую очередь Начинать надо с легкого, а потом возвращаться к сложному Если быть уверенным в себе и спокойно прийти на экзамен, то можно спокойно сдать и на пятерку, и на 100 баллов Металлорамка, строгий досмотр и можно за парту Кому-то сегодня достался кабинет не для суеверных Волнуюсь, и вот номер как раз подбил конкретно Ну сейчас уже нормально, более-менее, остываю Надеюсь, напишешь Базовый экзамен сегодня сдают почти две трети татарстанских выпускников Остальные выбрали математику в профильном, усложненном варианте Его напишут в эту пятницу А кто-то на удивление заявился сразу на два математических ЕГЭ Один экзамен для получения аттестата На всякий случай есть такие выпускники А другой экзамен, получается, проверяет у нас выпускники продвинутые Для того, чтобы проверять свои силы И какие будут возможности для поступления в высшую учебник Материалы в этом году впервые получают на дисках Чтобы напечатать прямо в аудитории На решение 20 задач 3 часа По правилам с этого года нельзя снимать не только сам экзамен, но даже раздачу бланков. Единственные камеры, которые остались в школе, это камеры видеонаблюдения. А нам остается только пожелать выпускникам удачи. Свои результаты они узнают через 10 дней. Лина Синатоль, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. РКБ и 7-я горбольница станут основными госпиталями ФИФА. 26 бригад скорой помощи и 12 медпунктов. Во время Игр в столице будет работать рекордное количество врачей, более 300. Какие требования предъявляет Международная федерация к здравоохранению? Хватит ли медиков на всех? Знает Анна Городнова. Не только профессиональные, но и языковые требования предъявляет ФИФА к медперсоналу. Говорить на английском должны и врачи, и диспетчеры станции скорой медицинской помощи. Я буду принимать англоязычные вызовы. То есть меня подрывает диспетчер, говорит вызов на английском. Я этот вызов принимаю и отправляю в бригаду скорой помощи. С момента обращения до оказания помощи не более трех минут. Время прибытия в стационар не более 15. Врач Дмитрий Платонов с нормативами знаком. Работал на универсиаде и на Кубке конфедерации. Когда ты работаешь в городе, ты едешь на конкретный вызов, приблизительно представляешь, что там может быть. Там же ты работаешь, всегда должен быть готов оказать квалифицированную и быструю помощь. Сотрудники скорой помощи, их 314 человек, в течение полугода проходили различные подготовки. Это медицинская подготовка, как теоретические, так и практические занятия проходили. Они, конечно, прошли, как мы говорим, огонь и воды, и медные трубы. В Минздраве сегодня заявили, система здравоохранения республики к чемпионату готова. Работать будут 325 человек. Привлекли дополнительных сотрудников из районных больниц. Основными госпиталями ФИФА станут РКБ и Седьмая городская. Приемное отделение готово принять со 2 июня все клиентские группы, которые приезжают. Там развернут дополнительный коечный фонд, дополнительное отделение. На стадионе «Казань-Арена» будет работать почти сотня медиков. Внутри 11 медицинских пунктов, врачи на трибунах, бровки поля и на самой территории. Ежедневно у центра семьи «Казань» будут собираться до 25 тысяч болельщиков. Здесь откроют медицинский пункт на 5 коек с реанимацией. Будут работать мобильные бригады скорой помощи. Всего 30 человек, персонала в сутки. Все медикаменты уже закуплены. Помощь горожанам во время чемпионата будут оказывать в прежнем режиме. Анна Городнова-Мерзалюшев, ТНВ, Казань. Во время чемпионата мира в Казани изменится маршрут движения транспорта. В нематчей на проспекте Ямашево появятся два временных разворота перед Казань-Ареной. Со стороны улиц Арбузова и Адарацкого. Доехать на игры на автобусах можно будет через мост «Миллениум», по Ленинской дамбе, улице Ершовой и Сибирскому тракту. С железнодорожных вокзалов болельщиков будут перевозить 48 бесплатных шаттлов. Они проедут через станции метро «Кремлевская» и «Козья Слобода». И временные ограничения коснутся всего транспорта, кроме техники, оборудованной специальными пропусками. Самые юные 15 лет, самому зрелому 62. Сегодня в Казани представили волонтеров чемпионата мира. Тысячи человек прошли отборы и стали частью команды «Мундиали». Во что будут одеты футбольные добровольцы и на каких языках заговорят? Альбина Солгараева. Хорошая форма, если жарко, можно растянуть и превратить штаны простым движением. В шорты. Мужчины-волонтеры в первую очередь оценивают функциональность и практичность экипировки. Форма выполнена из лобка и получается не жарко и очень удобно. А куртка, она как бы защищает от дождя. А вот девушки оценили форму как наряд. Цвет настроения у всех стал синий и яркий. Цвета очень красивые. Голубой, синий, мне кажется, они очень подходят как девушкам, так и мальчикам. Претендовали на волонтерство чемпионата мира 3000 человек. Сегодня здесь лучшие тысячи. Самому пожилому 62 года. Когда нам 10 лет было, мы ночью смотрели чемпионат мира. И вот в 2018 году, к счастью, мечта существовала. Джошуан Сад, студент второго курса КФУ. На его родине в Африке футбол – любимый вид спорта. Поэтому он просто не мог пропустить такое событие. Отбор прошел легко, помогло и знание языков. Надо было знать английский язык, русский язык, чтобы спокойно общаться с людьми. Ты уже изучил город? Сможешь сориентироваться? Где улица Пушкина? Где мой институт? Там рядом с колцом. Волонтеры будут по городу всюду. На транспортных площадках, в вокзалах, на улицах, в общественных местах. Именно по вам будут судить о городе в целом. Не только про футболе. Люди приезжают не только за спортивными эмоциями. Первое, второе – салаты. И фрукты, и соки. А еще – татарские национальные блюда. Это меню волонтеров. Оно сбалансированное и разнообразное. Добровольцы будут целыми днями на ногах. Им нужно много силы и энергии. Сегодня продегустировали свои обеды. Очень хорошее меню. Все очень сытно и вкусно. А что тебе особенно понравилось? Суп. Люди в синем появятся на улице города до начала самого чемпионата. Уже 11 июня. Кто волонтер? Я волонтер! Днем смокинг, вечером манишка. Звезды татарской эстрады выходят на футбольное поле. Причем каждую неделю. Собираются артисты и на мундиаль, но в качестве зрителей. Фонограмма им не нужна. На поле выходят артисты. Раяс Фасихов – явный фанат Рубина на тренировке с сыном. Если в обычной жизни он поет только татарские песни. Что-то на поле, нет-нет, да и звучат зарубежные хиты. Когда мы забиваем, что-то можем даже спеть. И другие команды, которые с вами параллельно играют, там удивленно смотрят. А какую песню, например? Там по-разному что придет в голову. Иногда татарские, иногда итальянские бывают. Можно даже подумать, что под покровом луны артисты превращаются в футболистов. Ведь и в напарниках у Раяза Филюс Кагиров. Если в своих песнях полузащитник, то и дело может потянуть ту или иную ноту. То во время игры передерживать мяч партнеры не позволяют. Тем более, скоро чемпионат мира. Вы видите, город живет не только город, но и страна живет только футболом. Поэтому и артисты в стране не остаются. И пропустить такое событие команда Акбуре не может. Собрал ее, кстати, еще 8 лет назад ведущий Фанил Ваказов. Во время чемпионата, я думаю, что мы все-таки соберемся, какую-нибудь игру посмотрим. Может быть, стадию плей-офф, там уже более интересные матчи пойдут. Но у некоторых ребят, по-моему, есть планы даже пойти на какой-то матч. Они купили билет. Так, возможно, на трибунах рядом с вами окажутся звезды татарской эстрады. Салават Мухмадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Белки уходят в Нижнекамском парке с семьей, а местные пушистые обитатели на грани исчезновения. 17 кормушек, которые развешаны на территории сосновой опушки, почти всегда пустые. У администрации парка на корм белкам средств нет. Поэтому зверушки покидают свой вольер и уходят за пределы парка в поисках пропитания. Администрация надеется, что горожане не захотят потерять связь с живой природой и возьмут их под опеку. Ведь достаточно просто прийти и принести любимые лакомства орешки. И на этом наш выпуск завершен. Впереди еще прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Все хоккейные звезды собрались в Казани. Празднование чемпионства Акбарса совпало с Международной конференцией Федерации хоккея России. В рамках мероприятия затронули актуальные проблемы детского хоккея, а также рассмотрели современные практики в мировом спорте. Участники смогли прослушать выступления таких людей, как Владимир Юждинов, Олег Браташ и Игорь Захаркин. Кроме этого, в Казани состоялся мастер-класс двукратного чемпиона мира Сергея Зиновьева. А завершилось все подписанием соглашения Владислава Третьяка и Наили Маганова между ФХР и Академией хоккея Татарстана. Мы занимаемся этим делом. Просто не всегда все показываем. Очень важно, что сегодня вот такой показательный урок был и для тренеров очень важен. Они не только прочитали, но они наглядно видят, как это действует. Это очень важно. Понимаете, когда ты учебник получил, ты видишь, когда это все на льду происходит. Команда «Динамо Казань» вышла в лидеры чемпионата России по хоккею на траве. В очередном туре в «Электростале» встретились лидеры турнира «Динамо Казанская» и местные. До начала поединка в активе каждой команды было по шесть побед и ни одного поражения. В основное время соперники так и не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 5-5. В серии буллитов казанцы оказались точнее своих соперников. После победы в «Электростале» команда из столицы Татарстана единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата, набрав 20 очков. В завершении волейбол казанский «Зенит» подписал двухлетний контракт с игроком сборной Франции Эрвином Нгапетом. 27-летний доигровщик – один из самых ярких нападающих в современности. Последние четыре сезона он провел в Мадене, с которым выиграл все возможные трофеи в Италии. В составе сборной Франции Эрвин дважды выигрывал мировую лигу оба раза, признаваясь MVP финала шести. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В четверг в Татарстане ожидается прохладная и дождливая погода с порывистым ветром. Подробнее после интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево, синоптики обещают всего 10 градусов тепла и дожди. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, переменная облачность, дождливо и также плюс 10. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске, облачная и дождливая погода. Местами всего 8 градусов тепла. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе будет облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди и плюс 9. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Држаном до 11 градусов выше нуля. Также облачно и дождливо. Для жителей центральных районов 31 мая будет пасмурным, местами с дождем и плюс 10. В пятницу будет прохладно, пройдут дожди, ночные температуры станут еще ниже. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу Казань, проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов, без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. От болезней на растениях вам поможет «Ризоплан». Росфельхозцентр Казань, 277-82-29. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Росфельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. О погоде в столице. В Казани будет пасмурно, с дождем и всего 11 градусов выше нуля. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 52%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова